Орден афганской славы, медаль за доблесть, орден за военные заслуги и за рук самого президента. 40 знаков отличия украшают грудь казачьего полковника, трижды Героя Советского Союза Бориса Куманеева. За его плечами война в Афганистане, Чечне и Приднестровье. Говорит, мечтал быть военным с детства. Еще бы, в его семье 4 поколения казаков. В Самару на форум приехал из Оренбурга. Считает для себя важным присутствовать на встрече, посвященной сохранению духовных традиций казачества. Он рос в православной семье, где, верив в Бога, уделяли особое внимание. Вот 4 года был в Афганистане. Я и сам не знал, что мать живую помощь мне. Ремень зашила. И когда вертолет под нами сбили и сгорел, я один остался. И он церкви батюшке сказал, а батюшка сказал, этот казак с Божьей отметины. Всероссийское казачье общество появилось 2 года назад. Сейчас в нем состоят почти 200 тысяч человек. Основные цели объединения – возрождение и сохранение традиций, повышение престижности военной службы. Для обсуждения этих вопросов в Самаре каждый год проводится форум. Безусловно, будут обсуждаться важные вопросы. Воспитание нашего подрастающего поколения, взаимодействие органов власти и казачества. Ну и, конечно же, воцерковление казаков, нацеливание их на крепкие дружные семьи и строителей нашего прочного российского государства. На форуме присутствовали более 300 представителей казачьих обществ из 12 регионов России. Около 40 – священнослужителей. В числе почетных гостей – два митрополита. И мы надеемся, что казаки действительно будут одной из тех основ патриотизма, любви к Отечеству, народосбережения, крепкой семьи, восстановления крепкой семьи в нашей стране. Это является главным в служении церкви в отношении казачества. Я инициировал открытие казачьего кадетского корпуса на базе 6-й школы-интернат. Министерство образования услышало, губернатор расположился, это очень важно. Такого масштабного форума в Самаре еще не было. Он шел два дня. Второй день ознаменовался божественной литургией в Софийском соборе. Андрей Горгулинко, Елена Нижегородцева, Семен Безгинов, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События.